спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от место вашей работы как мы уже говорили в предыдущих выпусках керлинг это один из самых петербургских видов спорта это ледовая игра проходит в помещении так что капризы питерской погоды никому не страшны она подходит для всех возрастов поэтому керлингом можно заниматься после окончания карьеры фигуриста или хоккеиста а этих атлетов петербурге всегда было и будет очень много единственный минус этой игры ледовые дорожки для керлинга не поставишь дома а на обычном стандартном катке коробки слишком мало места да и разметку не сделаешь поэтому нужны центре керлинга благо и место для них нужно совсем немного и они могут притаиться в уголке любого торгово-развлекательного центра собственно традиционно керлинг развивался в петербурге именно в трк по соседству с фигурным катанием сейчас основная из таких площадок это керлинг-холл в трк континент прямо над станцией метро бухарецкая такие площадки удобны тем что там можно поиграть на выходных свое удовольствие после чего пойти в кино или по магазинам они максимально адаптированы для массового пользователя однако петербургские керлинг составляют костяк сборной россии так что для подготовки олимпийцев нужен был специализированный центр он открылся на ириновском проспекте 42 года назад из-за пандемии карантинов это событие мало кто заметил а между тем она может стать значительным спортивной истории города впервые петербургские керлеры получили большую тренировочную базу со льдом для турниров любого уровня и с трибунами на 250 мест собственно сейчас это лучший керлинг-центр в россии пока сочинский находится на реконструкции так что по-видимому превосходство сборных петербурга на внутренних турнирах будет укрепляться в ближайшие годы вице-президент федерации керлинга россии людмила мурова на открытии центра заявила что лед здесь практически идеальный гладкий и чистый как вода в данном случае это не метафора а важная техническая подробность для профессиональных керлеров очень важна чистота льда малейшая лишняя льдинка и камень уже меняет направление непредсказуемо для бросающего что может изменить ход всего равно разумеется для массового керлинга такие уж большие тонкости не важны но для профессионалов это жизненно важно расположение центра не всех порадовала ириновский проспект для большинства жителей города очень дальний свет и совершенно не то место где часто бываешь зато выиграли жители здешнего района например одна из звезд сборной россии алина ковалева в беседе с нами призналась что живет недалеко так что для нее этот центр почти домашний помимо шести дорожек для керлинга здесь имеются аэробный зал тренажерка и зал дзюдо так что керлеры могут проходить весь спектр подготовки без отрыва и без необходимости ехать куда-то ведь на высшем уровне эта игра требует очень большой физической силы особенно в мужском разряде тереть лед не так просто как кажется со стороны а задержанные партии сильно выматывают особенно с учетом того что керли традиционно проводят по несколько игр в день во время крупных соревнований вес сбрасывается и еще как для массового зрителя этот центр интересен тем что здесь можно посмотреть настоящий керлинг высшего уровня каким мы его видим на чемпионатах мира и олимпиадах обычные холлы в торговых центрах не дают такого впечатления а тут есть и настоящие трибуны пусть маленькие и театральное освещение с подсветкой дорожек и характерные табло для керлинга которые сразу бросаются в глаза только помните что на ледовой площадке всегда холодно и для просмотра следует одеваться потеплее даже сейчас петербургский центр керлинга активно принимает турниры в конце сентября и начале октября здесь состоялась петербургская классика 2022 с участием четырех стран помимо россиян выступили керлеры из казахстана сербии и беларуси в середине сентября центр принимал чемпионат петербурга в миксте а в мае целых 34 команды со всей страны боролись за санкт-петербург трофе керлинг это игра доступная для всех но с олимпийскими перспективами это один из тех видов спорта которые по праву называются массовыми достаточно только начать а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok